Приходят новости из Астаны, где завершились переговоры по сирийскому урегулированию. Результаты эксперты оценивают сдержанно, но с оптимизмом. Это, конечно, не прорыв, но определенный прогресс, безусловно, есть. Итоговое заявление стран-гарантов мирного процесса в Арабской Республике, это Россия, Турция и Иран, поддержали все участники консультации. Что именно содержится в документе и в какой атмосфере его принимали. Подробности у Антона Верницкого. Всю первую половину дня новости о ходе переговоров за закрытыми дверями были не просто обрывочными журналисты, дежурищие в холле гостиницы Риксес, обступали любого человека, спускающегося с лестницы, но и зачастую противоречивыми. Так в течение пяти минут сначала один из представителей вооруженной оппозиции заявил, что переговоры продолжатся и в среду, а затем другой, что они уже почти подошли к завершению. Казахстанские организаторы за это время уже успели несколько раз поменять таблички в зале для пресс-конференции. В конце концов, на всякий случай подготовив 9 с фамилиями тех участников переговоров, которые, по их мнению, могли подвести их итоги. От спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, возглавляющего нашу делегацию, до Мухаммада Алуша, представляющего одной из крупнейших военных группировок сирийской оппозиции «Джейш Аль-Ислам». Впрочем, кто именно придет на пресс-конференцию, не было известно до самого ее начала. В результате поменялся даже зал ее проведения. Пресс-конференция началась там, где проходили общие переговоры. Здесь прозвучало совместное заявление стран-гарантов мирного урегулирования сирийского конфликта России, Турции и Ирана. Засчитал, который министр иностранных дел Казахстана, страны, где проходили переговоры. Делегации приняли решение создать трехсторонний механизм, который должен следить за полным соответствием режима прекращения огня, отсутствия провокаций. Россия, Турция и Иран поддерживают желание оппозиционных вооруженных групп принять участие в следующем раунде переговоров, который будет проведен между правительством и оппозицией под юрисдикцией ООН в Женеве 8 февраля. В своем совместном заявлении страны-гаранты подтвердили намерение продолжать борьбу против ИГИЛ и Аль-Нусры, запрещенных в нашей стране террористических организаций, и отделение их от другой части вооруженной оппозиции. Что же касается Женевы, то в последний раз переговоры там были больше года назад, в апреле 2016-го. Но существенное отличие от нынешней встречи в Астане в том, что тогда в Женеве в переговорах принимала участие лишь так называемая политическая сирийская оппозиция, а не люди, контролирующие десятки вооруженных отрядов, воюющих против правительственных войск. Из таких, например, группировок, как Ахрар Аш-Шам или Джейш Аль-Ислам, которые сегодня уже заявили, что надеются на то, что Россия и дальше будет играть позитивную роль в установлении мира в Сирии. Мы ценим то, что Россия переходит от непосредственного участия в боевых действиях к роли гаранта, который имеет влияние и на Иран, и на сирийский режим. Россия играет позитивную роль и в достижении мира, и в политическом урегулировании, в истинном политическом урегулировании, которое приведет к решению конфликта. Что же касается итогов переговоров в Астане, то несмотря на то, что представители сирийской вооруженной оппозиции и официальных властей Сирии так и не пообщались друг с другом без посредников, тем не менее прогресс все же достигнут, судя по высказыванию всех участников этих переговоров и по общей их поддержке совместного заявления стран-гарантов мирного процесса в Сирии, России, Турции и Ирана. Главной целью переговоров в Астане было поддержание перемирия. Эти задачи отражены в поддержанном всеми итоговом заявлении. Механизм прекращения огня будет реализовываться шаг за шагом, как мы и договорились. Прежде всего должно прекратиться насилие. В начале члены делегации были несколько в напряженном состоянии, то потом вот этот вот уровень какого-то недоверия, который в начале мы наблюдали, так сказать, с их стороны, сошел значительно на нет. Несмотря на то, что нам не удалось обеспечить проведение непосредственно прямых переговоров между двумя сирийскими делегациями в рамках этого форума в одной комнате, Мы давно говорили, что это должно быть именно сирийское решение, принятое именно сирийцами. Потребовалась политическая воля, чтобы прийти и сесть впервые за долгие годы за один стол переговоров. По словам Стафана Демистуры, он доложит в ближайшее время Совету безопасности ООН о ходе прошедших в столице Казахстана переговоров и подготовке нового их раунда в Женеве. Антон Верницкий, Наталья Юрьева, Павел Лаконский, Андрей Лесных, Первый канал, Астана, Казахстан.